Всем привет, я Даша, и я сейчас читаю Несённые ветры Маргарет Митчелл. Причитываю. В последний раз я знакомилась с этой книгой, когда училась в школе, и вот теперь решила вспомнить былое. И думаю, надо снять видео и рассказать вам об авторе, потому что многие, когда с ними обсуждают выдающуюся женщину, полагают, что у нас всю жизнь была домохозяйкой, а потом хоба резко села и резко написала этот знаменитейший роман, благодаря, не в первую очередь, экранизации легендарной. И это возбуждение. Я решила немножечко о ней рассказать. Первое открытие, которое я для себя сделала, изучая биографию, это её дата рождения. Память у меня как у рыбки, и на всякие даты, поэтому я подзабыла, что она родилась 8 ноября 1900 года. Дело в том, что я начала читать книгу в ноябре, ну, правда, не 8-го, а 7-го. Вы не думайте, я не подгадывала. Многие думают, как я уже сказала выше, что всю свою жизнь Маргарет просто была домохозяйкой, а потом внезапно написала роман. И я была обескуражена, потому что роман написан совершенно шикарно. Такое ощущение, что это не первая её работа. И я всегда думала, что первая была потрясена, как хорошо всё написано. Оказывается, нет. Дело в том, что у Маргарет самого детства был замечен литературный дар. Она даже была президентом какого-то кружка, который занимался написанием всего, всякого там. И она годы работала журналистом, из-под опера вышло множество статей. И перед тем, как написать «Унесённые ветром», который, я еще тебя называю «Унесённые ветром», она написала новеллу. Но, к сожалению, когда она погибла, это произошло в 40-х годах, то она завещала, оказывается, все её сочинения «Сыч». Муж послушался. Это огромная утрата для нас, для читателей, для поклонников Маргаретовича, понятных причин. И я прям переживаю по этому поводу. Это действительно утрата для всех нас. Но вернемся к её легендарной книге. В ней книжка «Самой». Жила она в Атланте. Кто бы мог подумать, да? И её родители – это потомок шотландцев, отец – ирландец, мать – француженка. Если вам это ни о чём не говорит, значит, вы не читали книгу, видели только экранизацию, если видели, конечно. Дело в том, что и у Скайрлетт, главной героини «Унесённых ветром», у родителей точно такие же корни. Писать роман Маргарет начала, когда сломала латышскую, и поэтому не смогла больше работать журналисткой. Она, ну, муж одобрил её решением, и вот таким образом появился роман «Даль счастья нам». Писался он мне один год, десять почти. Она написала последнюю главу, а потом нанизывала всё остальное. Знаете, что самое страшное? Скайрлетт могла быть не Скайрлетт. Сначала её звали Пенси. Пенси, Карл. Но, к счастью, непосредственно перед выпуском книги, совершенно внезапно Маргаретт имя разно нравилось, и она выбрала имя Скайрлетт. Ай-я-я! И у книги могло быть другое название. Сначала она называлась «Завтра будет другой день». Но издательство сказало, что в этом году выпускается слишком много книг, название которых указано слово «Завтра». И поэтому она предложила, было предложено несколько альтернативных названий, среди которых было унесено ветром. Именно на этом названии был сделан выбор, как вы уже догадываетесь. И немножко один маленький факт об экранизации. Знаю, что мы сегодня говорим о книге и обстоятельнице, но вот не могу подметить этот факт. Он очень любопытен. Дело в том, что очень долгое время подыскивали актрису на роль Скайрлетт. Мы все знаем, что выбрали Гарриен Ли. Знаете, как? Вернее, почему? Потому что актриса очень похоже на саму писательницу, когда она была молодой. Так что вот так. Очень занимательно, что оба деда Маргаретт были южанами. И оба они поевали за юг, в той ужасной войне, в которой, между прочим, погибло большее количество людей, чем за все военные конфликты, в которых участвовал США. Представляете себе масштаб? Как я сказала, оба деда ее участвовали в этой войне. Один, к сожалению, погиб, другой выжил. И, конечно, ей это было интересно. Она изучила очень много материала при написании книги. То есть невероятное количество. Поэтому все события не только выглядят достоверными, но они, на самом деле, достоверны. Кстати, об унесенных ветром. Строчка взята из слов самого Грация. В стихотворении звучит так. Я забыл многое ценаро. Унесенный ветром затерялся в толпе аромат этих роз. Вот так. В свою очередь, эту строчку Эрнест Доусен использовал в своей поэме. И вот именно в его изложении Маргарет видела слова, которые и дали название книги. Это было все, что я хотела вам сказать. На этом все. Пока-пока. До скорых книг.